Распродажа золота в Архейдж и прокачка по очень вкусным ценам вы найдёте на сайте краба.ру. Ссылка в описании. Жми и убедись в этом сам. Всем привет дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Видеобомба и я FuckYouGame. Вот и пришёл на нашей улице праздник, ребята. Сегодняшнее обновление не могло не порадовать пользователей. Первое, нам вернули Акхиум. Второе, добавили новые такие довольно презентабельные пушки. И третье, теперь можно точиться, переточиться, потому что камушки падают. Во! Ну что ж друзья, перейдём к просмотру обновления. Ну что ж пацаны и пацанки, вот и пришло долгожданное обновление, которое нам обещает вернуть Акхиум, вернуть много лута и вернуть нормальную игру, а не убожество, которое чуть не привело к краху Аркейдж. Ну что ж, давайте будем рассматривать с вами, что намутили в этот раз майловцы. Во-первых, ребята, в лут у нас теперь, во всех новых локациях, попали вот такие вот ингредиенты. Как бирюза, каменная табличка, опал, дневники райной, ренай, неааааа, короче, дневники, книги Игнация какого-то, Игната, крупный кусок Обсидиана, лабораторный журнал Эрнанда, Эрдана, мазефака его за ногу. Так, ну короче, начали падать куски, которые, ребята, нам нужны для того, чтобы перекрафтить оружие в очень офигенное оружие. Я буду рассматривать сейчас на, в принципе, одноручных посохов. Обсидиновые. Есть вообще их 6, как бы, грейдов этого нового оружия. Конечный грейд оружия практически такой же по дамагу, чуть-чуть меньше дамага, чем у Ирнацкого, допустим, посоха, но зато у него есть очень хороший бонус, как игнорирование сопротивления повышается на 120 единиц. Грейд посоха показан как белый, то есть это, как вы видите, сила заклинаний 352. Это по грейду белому. То есть, если вы будете перекрафчивать свой посох, допустим, легендарный, то грейд сохраняется, и вы получите легендарный и с большими статами. Не знаю, как насчет игнорирования, зависит ли от грейда этот стат, игнорирование сопротивления, или он фиксированный именно по грейду оружия, то есть зеркальный, аргенитовый, короткий посох. Вот. Посмотрим. Посмотрим. Буду я делать такой посох. Для этого я вкачиваю уже деревообработку. У меня вот сейчас 40 тысяч, но сегодня будет уже около 60. Я очень активно занялся прокачкой деревообработки. Как вы помните, полтора дня назад я делал видео, у меня было деревообработки ноли, я говорил, что я начну вкачивать профу вот эту и кожевничество. Сейчас я тарю шкурами, вот, и буду еще вкачивать кожевничество. Буду крафтить посохи, луки и кожу. Ну что ж, с этим мы как бы разобрались. Вот они, эти все ингредиенты, которые нужны для крафта. Если вам интересно, более детально вы сможете сами рассмотреть. здесь ничего тяжелого нету. Их вот есть 6 грейдов. Давайте быстренько пробежимся. Вот это последний, самый, самый крутой посох. О, да, то я не последний, то я укрепленный был, нажал, а вот зеркальный, да, 168, 402, да, 402, сила заклинаний и, а, тьфу, блин, это я двуручный, да, двуручный, тут он идет на силу, полностью на интеллект, фул интеллект. А вот одноручный, он идет на вынос и на интеллект. Но я не знаю, как бы, в 1.2 выгоднее себе сделать щит и посох. Вы будете более устойчивы и будете наносить на несколько единиц меньше дамага. Это незначительная разница совсем. Я вот, допустим, скажу так, у меня эфиристский короткий посох мудреца, как вы видите, он на фул интеллект идет. И я беру тоже синий хазирский двуручный посох и, как бы, особой разницы я не вижу по дамагу, то есть, по скорости, по скорости убиения моба я не вижу. Где-то в среднем 20 секунд, там, 20, ну, пускай 25 секунд я убиваю моба. Вот. А моб меня больнее бьет и очень-таки больно пробивает. Так что, лучше щит, который нам дает вот такую вот пассивку. Сейчас у меня обычный хазирский щит синий и, как бы, не сильно пассивка, она всего лишь дает повышать защиту и сопротивление на 200 единиц и повышает объем здоровья и мны на 350. Но, если это у вас, допустим, будет хотя бы эпического ранга предметы, характеристики будут там на уровень выше. Вот, что хотел поэтому сказать. Поехали смотреть. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть. Для того, чтобы скрафтить обычный обсидианый короткий посох, нам надо обломок ирамийского короткого посоха магистра. Как его добыть? Это надо на специальном устройстве. Я не помню, как оно точно называется. Где-то тоже оно в книге есть. Надо искать долго. Не хочу, не буду. Не заставляйте меня это делать. Все, нашел специально для вас. Вот они, эти генераторы солнечной плазмы, лунной и звездной. Получается, если пушка не удовлетворяет вас по грейду, вы хотели допустим докрафтить ее до эпической или легендарной, у вас это не получилось, вы подходите к генератору плазмы и он разбивает ее на куски. То есть, для того, чтобы скрафтить нам эти обсидиановые наши одноручные посохи, вот, чтобы скрафтить нам такой одноручный посох, нам нужно посох магистра разбить в таком генераторе, получить обломок ирамийского короткого посоха, одну штучку и дальше мы идем в любые локации, начиная от библиотеки, заканчивая солнечными полями, бездной и там с другой стороны бездны тоже, как она там локация, сейчас, 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 а, да, солнечные поля и бездна, вот, две локации же у нас новые, получается, кругом падают вот такие вот элементы, как небольшой кусок обсидиана и крупный кусок обсидиана, они уже нужны для следующего перекрафта, плюс бирюза нужна, видите, вот, но тут же опять нужен будет этот посох и уже нужен будет опять кусок обломок иерамийского короткого посоха магистра, честно, не знаю, не ломал я посохи в этих генераторах и не знаю, сколько кусков падает с одного посоха, вроде, как, должен один падать, как мне кажется, то есть, 30% должно возвращаться человеку от потраченного, грубо говоря, и потом этих три куска он может сложить в один или как-то так, не буду выдумывать сейчас, не знаю, признаюсь, честно, не делал этого, вот, и дальше по грейдности оно идет, идет, уже тут надо обломок эрнанского короткого посоха, вот, здесь уже нам надо эфирийского короткого посоха, а здесь уже надо обломок эфирийского посоха три штуки, и последний грейд у нас идет обломок дельфийского короткого посоха три штуки, ну, то есть, представляете, сколько вот такая топовая пушка будет стоить на аукционе очень дорого, сколько надо переломать оружие для того, чтобы скрафтить вот такую пушку, вот, много, скажу вам много и дорого это все будет, я так понимаю, грейд ломаемого оружия не зависит от того, вот, и как бы нам надо будет пройти, но все равно даже один короткий посох он будет, он дорого будет стоить, ну, вот такое вот оружие придумали нам корейцы, вот кусочки на это все оружие, оно все падает, причем падает очень с хорошим шансом в библиотеке, там, в полях этих, в бездне, я кругом побегал, мне понравилось, все отлично падает, но, смысл еще остается в следующем, что мы, нам дали возможность пере, пере, переточиться полностью, многие люди страдали, получается, ерундой, я не спешил, не точил себе ничего, вот, хотя, хотел себе заточить, вот, ирамисский этот самый оккультист, хотел себе заточить в легендарку, но потом передумал, передумал и правильно сделал, никогда я не спешу, потому что уже, как бы, мой опыт мне подсказывает, что всегда все новые обновления не выходят с багами, кривые, это все фиксится пару месяцев, и вот он вышел фикс, вот он вышел фикс, улучшили дроп, теперь падают вот такие вот ларечки с истинным ахиумом, давайте его откроем, посмотрим, что нам упадет с него, открываем, а падает нам 5 штук лунного ахиума, истинного лунного ахиума, смотрите, сколько этого лунного, истинного лунного ахиума, я набил, ой, блин, чтобы не соврать, ну, часа за полтора, наверное, ну, может быть, за два, пускай, да, за два часа, полтора часа я фармил с ребятами в библиотеке, и час я фармил в поле, вот, причем, что, как бы, разницы в шансе дропа, я не увидел, что в поле, в солнечном поле на птицах, которые там птицы, такие крылатые, орлы, большие, вот, что здесь, в библиотеке, ну, может быть, в библиотеке чуть-чуть чаще падало, ну, там, блин, я не знаю, в полчаса, там, на один сундук, может быть, и то, нет, в час, наверное, упало, и то, это чистый рандом, я считаю, ладно, не об этом, короче, друзья, дают нам шанс пере, 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 переточить полностью весь свой шмот, чтобы мы могли вточиться в легендарку, а кто-то, может, даже рискнет в эпоху чудес точиться, ну, что ж, это радует, и еще у нас остались, как бы, вопросы с мешками, майловцы нам обещают, что с мешков теперь будет дропаться акхиум, точно так же, как это происходит на этом самом, на евросерверах, на евросерверах, вот из таких мешочков падает акхиум довольно, ну, как бы, с хорошим шансом, давайте, вот 27 у меня есть, мы откроем и посмотрим, упадет хотя бы одна призма зеленая, грубо говоря, округлим до 30, вот с 30 упадет хотя бы одна призмочка, одна штучка, или только серебро, потому что эти мешочки коричневые, они очень плохо падают, и чтобы, ну, они, конечно, с ватных мобов, да, там, допустим, тех же самых водяных мобов в солнечных полях, их вообще нефиг бить, и я много мешков там набивал, открывал, вот, но раньше плохо падало, плохо падало с них акхиум, очень плохо, как вы помните, у меня есть видео, где я открываю 3,5 тысячи таких мешков сразу после обновления, и там не акхиума, ну, вообще, упала акхиума вообще фонарь, я не помню точно сколько, но около 10 синих призм, вот, упал, упал такой вот осколочек лунного акхиума, еще один синенький, раньше, я не помню, чтобы они падали, падали, да, падали, но только я много открывал, давайте эти пооткрываем, посмотрим, тоже у меня их есть, немножко, не много, не мало, 22 штуки, округлим до 20, и посмотрим, что с них упадет, так, 30 серебра, 28 серебра, 28 серебра, 30 серебра, 32 серебра, 29 серебра, вот эти руны, конечно, они ни о чем, глазурька, пом пом пом, ну что же, ну что же, что же, что же, нет, не подфартило, акхиум не дропнулся, что же делать, где же искать акхиум, ну как-то, ребята же, выбивают, потому что, акхиум просто, очень сильно, подешевел, просто, катастрофически, призмы, они настолько, подешевели сейчас, что я был в шоке, сейчас, синенькую найдем, зеленые, они всегда, дешняковые были, сейчас, народ будет крафтиться, это кошмар просто, просто, сейчас все начнут крафтиться, зеленый осколок, уже стоит, 4 голды, вот, синенькие, по 5 голды, сейчас стоит, синяя, ровно, в половину, призмы, подешевели, за полдня, грубо говоря, потому что, сегодня, серваки, запустили, в 12 часов дня, по Москве, сейчас, я снимаю видео, 7 часов, 8 по Москве, вот, как вы видите, за 8 часов, уже, акхиум подешевел, ровно, в половину, что это значит, это значит, что его с такой, как бы, молниеносной скоростью, выставляют на аукцион, что, люди не успевают, его скупать, и цена падает, 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 становится все меньше, и меньше, вот, ну, это хорошо, это хорошо, потому что, я сейчас собрался, крафтить, посохи, луки, и кожу, хоть, покрафтить, удастся, приятно, это меня радует, ну, что ж, друзья, в принципе, все, давайте, перейдем к итогам, и, подведем, такой, коротенький, то, что, все-таки, майловцы, люди, подведем итоги, пушки, действительно, заслуживают уважения, игнорирование, сопротивления, такого, еще, ни в одной пушке, не было, если, хорошенько, приглядеться, крафт этих пушек, ну, хотя бы, в третий грейд, не такой уж, сложный, как кажется, ну, конечно, если кто-то захочет, замакситься, по фулу, придется, немножко, попотеть, еще, очень сильно, порадовало, то, что, куски, на крафт, точек, падают, ну, просто, фантастически, не знаю, это, очередной, бах, майлру, или, так, должно быть, но, пока, что, все, очень, шоколадно, это, лично, меня очень, порадовало, одно, что осталось, для меня, непонятно, это, как будут обстоять, дела, все-таки, с Акхиум, то, что он на рынке, дешевеет, это понятно, и мои тиммейты, мне рассказывали, что теперь, с пушки, 50 уровня, даже, зеленого грейда, самого низкого, падает, вот, от 1 до 3 призм, а, откуда, еще, брать призмы, просто, не понаслышке, знаю, что, на евро серверах, Акхиум, которые коричневые, которые по 5 очков работы, открываются, сам играл на евро серверах, пробовал, и с Акхиумом, там проблем нету, ну, что ж, давайте же будем тестить, новое обновление, пишите в комментариях, под этим видео, что вы заметили, в новом обновлении, может быть, какие-то новые, интересные баги, а я, пошел качать деревообработку, я уже замахался, смотреть, как он это пилит, и в скором времени, буквально завтра, послезавтра, мы с вами попробуем, докрафтиться, до этого посоха, мощного, ну, что ж, друзья, спасибо вам за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, всего хорошего, быстрее фармите, истинные осколки, а то я чувствую, майловцы, все-таки их порежут,